приветствуем вас на связи компаниями go24 в этом видео мы попытаемся кратко и понятно объяснить вам показать наглядную инструкцию как зарегистрировать на нашем marketplace оптовом в качестве поставщика и начать уже добавлять свои товары на нашем сайте и так для начала нужно авторизоваться если вы еще не зарегистрированы соответственно вам нужно произвести регистрацию ну просто нажимаете на ссылку на регистрации и заполняете несколько несколько нехитрых полей то есть фамилия имя отчество телефон email и пароль регистрационные данные вам придут ну продублируются вашу на ваш его эл адрес ну так как я уже произвел регистрацию тестового поставщика я соответственно залогинился так итак я с моими учетными данными залогинился на сайте и теперь мне доступен доступна ссылка кабинет давайте я перейду там и покажу что там есть ну соответственно стандартный наш интерфейс кабинета и давайте посмотрим есть в меню ссылка на стать поставщиком и на товары если мы перейдем то нам покажет что у нас нет доступа и чтобы получить доступ поставщика и начать добавлять товары нужно подать заявку соответственно нажимаем на кнопку и видим соответственно форму из одного поля состоящее где нам предлагается писать товар который мы продаем но тут я вам порекомендую максимально кратко и внятно описать товар или товарную группу которой вы занимаетесь возможно у вас большой ассортимент просто понятным образом напишите тот товар которым вы занимаемся приложите ссылки если они у вас есть на ваши прайсы на ваш сайт и так далее чтобы мы могли максимально подробно перед тем как с вами выйти на связь ознакомиться с тем чем вы занимаетесь если вы нажмете на пункт товары вы также увидите увидите сообщение что нет доступа и также подать заявку можно через пункт меню ваши данные здесь также будет информационное сообщение что если мы хотим стать поставщиком и размещать товары то нужно подать запрос если мы нажмем кнопку увидим ту же самую ту же самую форму из одного поля ну допустим представим гипотетически что я потенциальный поставщик например рюкзаков и я тут опишу я продаем городские на городские модные рюкзаки напрямую завозим из китая наш сайт с ассортиментом ну и пишем свой сайт нажимаем кнопку подтвердить и видим сообщение что запрос успешно подам окей давайте обновим нашу страницу в личном кабинете и мы увидим что наше информационное сообщение поменялось и мы видим тут что заявка на получение статуса поставщика находится на рассмотрении это значит что заявку успешно подана и наши менеджеры теперь ее увидят нашей crm системе и будут обрабатывать также мы видим в пункте меню стать поставщиком что тоже информационное сообщение поменялось видим дату подачи заявку и соответственно будем ожидать ответа но так как видео вам ожидать ответа долго не получится я сейчас проведу все манипуляции в режиме реального времени то есть я зайду на наш сайт как администратора увижу эту заявку и сделаю его и и одобрение так данный момент и я одобрил заявку и давайте посмотрим пришло ли нам что-нибудь на почту так мы видим новое письмо от компании мегов 24 давайте посмотрим что там внутри а внутри у нас есть уведомление что наша заявка одобренная теперь мы можем создавать поставщика но вот marketplace и мегов 24 ну и соответственно мы здесь говорим что готовы к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству и тут же мы видим сразу ссылку на раздел поставщиков она дублируется в начале сообщений и в конце ну давайте перейдем итак смотрите после того как мы одобрели вам одобрели вашу заявку на на поставщика вам будут доступны и меню которые которые пункты меню которые раньше не были доступны это мои поставщики и мои товары давайте посмотрим еще сообщение ваших данных то есть мы тут видим что мы получили статус поставщика и также нам предлагается перейти в разделе поставщики чтобы продолжить работу если смотрите нам нужно добавлять товары если вы перейдете на мои товары сейчас и нажмете добавить товар вы увидите надпись что поставщик не найдет для того чтобы начать добавлять товара вам нужно зарегистрировать поставщика то есть регистрация вас в нашей системе это не то же самое что регистрация поставщика то есть вы подали заявку мы ее одобрили у вас появился доступ к тому чтобы начать добавлять новых поставщиков на наш сайт и после того как поставщики будут добавлены вы будете иметь возможность уже непосредственно добавлять товары от добавленных вами поставщиков давайте посмотрим как это выглядит есть у нас список поставщиков который сейчас пустой и есть ссылка добавить поставщика вот мы видим опять нехитрую форму с несколькими полями давайте ее заполним поставщик рюкзаков вы соответственно указываете свое название алиас это грубо говоря поле транслитом должно быть указано и оно будет характеризовать ваш личный ваш личную ссылку на нашем сайте с полным вашим ассортиментом можете ничего здесь не заполнять просто название переведется в транслит автоматически минимальная закупка это сумма сумма закупки минимальная от которой вы начинаете отгружать товар ну например у нас она 5000 рублей у вас возможно ниже или выше то есть от какой суммы вы готовы отправлять заказ давайте обозначим 5000 рублей и соответственно мы должны написать описание еще раз поставщика то есть вас как поставщиков для того чтобы при попадании на вашу страницу клиент сразу мог ознакомиться с кратким резюме то чем вы занимаетесь я тут просто кратко изложу поставщик модных городских рюкзаков отгружаем от одной единицы минимальная партия 5000 рублей ну вы соответственно делайте описание максимально кратко и максимально емко для того чтобы человек сразу понял что вы есть и каким товаром мы занимаемся вы занимаетесь так мы добавили поставщика видите у нас кнопочка добавить она изменилась на редактировать это значит что поставщик добавлен мы своего поставщика можем увидеть в меню в поле список поставщиков также можем нажать на карандашик и отредактировать если мы еще раз нажмем на давать поставщика я обращу ваше внимание на то что лимит на добавление поставщиков по умолчанию у нас одна штука то есть вы можете добавить одного поставщика но как бы если потребуется вы можете написать нам на почту инфо собаками допустим вы у вас две компании которые занимаются ну вот которые как бы нельзя почему-то делить которые занимаются разным видом товаров вы хотите в рамках своего своей учетной записи на нашем сайте добавить двух поставщиков и разделять товары собственно между поставщиками тогда возможно вам понадобится еще дополнительный поставщик мы в принципе вам добавим это возможно и так поставщик добавлен давайте попробуем давай товар вы видите что у нас есть поле для добавления которое ну форма для добавления которое раньше мы не видели допустим городской рюкзак с USB зарядкой название емко кратко цена указываем цену от минимального количества единиц то есть максимальную цену оптовую которая доступна к этому товару ну допустим максимальная цена у нас 1000 рублей артикул можете придумывать сами артикул можете форму поле это не заполнять артикул присвоится автоматически к артикулу допускается применять трансли ну буквы латинские и цифры ну я оставлю пустым пусть автоматом это все заполнится так мы сразу видим я допустил ошибку в названии поставщика и вот я вам покажу как заодно редактировать нажимаем карандашик видим поставщик ну в общем опечатка рюкзаков и ну давайте транслит тоже неверно давайте нажмем редактировать и давайте опять перейдем в раздел товары добавить товар видим что у нас все хорошо изменилось но единственное удобство что нужно заново набрать название товара так городской рюкзак с USB зарядкой так цена мы условили с 1000 рублей а дальше нужно выбрать категорию так давайте посмотрим то есть вы можете выбрать одну главную категорию и одну под категорию если вдруг у вас есть товар который не попадает в какую-либо категорию на нашем сайте то можете написать письмо на инфо собака мегаоп24 и с просьбой добавить еще одну категорию специально для вас мы это сделаем потому что мы сейчас расширяем ассортимент и мы понимаем что поставщики будут появляться с разным типа товаров наверняка мы должны расширять и в общем наши категории на сайте чтобы пользователи были максимально удобно разбираться чтобы в рюкзаках были рюкзаки в одежде была одежда и так далее вот у нас есть поле рюкзаки так и это будет пускай мужской рюкзак давайте нажмем кнопку создать и после чего мы видим что мы переместились на редактирование товара то есть это значит что товар добавлен уже на сайт единственное как вы успели заметить мы не добавили ни фотографий ни различные диапазоны цен и так далее вот я сейчас на этой странице объясню вам как до конца заполнить карточку товара давайте пойдем по каждому из полей первое поле мы его не можем редактировать это наш поставщик в данном случае поставщик рюкзаков это тот поставщик который мы добавили название товара соответственно мы вбили на предыдущем шаге следующий пункт минимальное количество для заказа это означает сколько минимальное количество вот данного типа рюкзаков мы можем отгрузить вот допустим если вы можете отгрузить от одного рюкзака то пишем один да если минимальное количество вот этого рюкзака 10 к закупке то пишем значит 10 есть такой вариант вот следующее поле шаг добавления допустим вы продаете коробка вот эти рюкзаки упакованы в какие-то лоты например по 10 штук и тогда там минимальное количество для заказа будет 10 и шаг добавления будет 10 потому что вы эти лоты не разбиваете они идут как бы только по 10 штук в данном случае вот мы указываем 10 и 10 но с рюкзаками я подозреваю что минимальное все-таки будет 1 и шаг добавления все-таки должен быть 1 допустим у нас есть разграничение по стоимости да вот от одной штуки мы отгружаем допустим от 1000 рублей но если заказывать 100 штук то мы готовы по цене опуститься на 200 рублей 800 и допустим если заказывать 200 штук то мы готовы также по цене подвинуться на 50 рублей и этих диапазонов можно добавлять сколько угодно много единственное нужно не перебарщивать я допустим думаю что максимум 5 штук будет достаточно вполне ну давайте от 400 сделаем цену 700 рублей вот у нас будет соответственно 3 диапазона так группа товаров вот группа товаров можно ничего здесь не писать этот ID группа товаров присвоится автоматически при детектировании что это значит допустим у товара несколько цветов и у нас вы должны добавлять ровно столько с карточек сколько есть цветов товара и чтобы их объединить в рамках одного товара вот например чтобы в карточке товара были сразу все цвета вы должны указать у всех этих цветов одну и ту же группу товаров по умолчанию группа товаров равно идентификатору идентификатору самого товара то есть в данном случае если вы посмотрите на вот это URL то есть адрес страницы мы видим тут 7616 это вот как раз идентификатор товара вот он проставится в группу товаров но если следующий цвет мы будем добавлять такого же товара мы должны вот этот идентификатор запомнить и вбить следующий товар в поле группы товаров но я надеюсь я понятно объясню так давайте продолжим ну у нас тут есть категория и под категорию которую мы ранее выбрали у нас есть статус вот пока мы статус не изменим на вкл этот товар не появится на сайте никто его не увидит также у нас есть поле с характеристиками то есть мы тут можем толщину высоту ширину указать цвет например если у вас есть какие либо характеристики свои вы думаете что важно как бы важно их отобразить на сайте ведь по характеристикам может человек искать то мы можем рассмотреть вашу характеристику к добавлению на сайте нужно написать нам на e-mail адрес info собака megov24.ru те характеристики которые вы хотите заполнить своему товару мы добавим на сайт в данном случае я на следующем шаге покажу как добавлять так дальше у нас есть поле поле с описанием товара в данном случае у нас описание дублируется с заголовком но я вам рекомендую заполнять карточку полностью то есть какое-то объемное описание опять-таки чтобы это была не вода а какие-то значимые значимые свойства того товара который вы добавляете я советую вам излагать но в данном случае я ничего не буду менять просто я об этом вам сказал нажимаем редактировать и соответственно у нас поля которые мы изменяли они применились к редактированию давайте напомним характеристики допустим у нас толщина 10 в сантиметрах мы будем указывать вы должны понимать что тут единица измерения это сантиметр так ширина у нас будет 20 ну допустим вот такой вот рюкзачок у нас будет прямоугольный так цвет у нас будет черный вот тут достаточно нажать только эту кнопку редактировать чтобы у нас эти характеристики применились не обязательно нажимать повторно вот общее редактирование товаров давайте давайте в конце рекомендую статус включать когда все поля будут заполнены итак давайте добавим фотографии к товару ведь это же важно без фотографий никуда так вот я уже подготовил фотографии если нужно добавить несколько фотографий просто нажимаете держите control и выбираете несколько нажимаете открыть идет сразу добавление смотрим все закрутилось завертелось видим те фотографии которые мы только что добавили и мы можем тут указывать какая из фотографий будет являться главной то есть если нас не устраивает то что мы по умолчанию главная фотография мы можем ее поменять так ну и давайте теперь включим статус товара и посмотрим что у нас получилось после того как товар будет включен мы увидим после надписи редактирования товара мы увидим ссылку смотреть на сайте если мы ее нажмем мы увидим наш товар уже размещен на нашем сайте так почему-то у нас не применились так не применились ценовые диапазоны давайте еще раз может я забыл как-то сохранить так давайте на всякий случай проверим нет ли какой-то ошибки так ну да все применилось соответственно мы видим тут цену мы вот как раз видим минимальную партию вот она у нас 10 указан и мы видим таблицу оптовых цен то есть те те диапазоны которые мы указывали от 100 штук будет 900 рублей то есть скидка 100 рублей от 200 800 от 400 700 рублей так дальше мы видим что поставщик рюкзаков у нас появился в карточке товара мы можем перейти на нашу собственную страницу нашего поставщика и мы тут увидим популярные товары этого поставщика мы увидим название которое мы указывали мы увидим дату регистрации на сайте мы увидим также минимальный заказ и соответственно мы увидим слева фильтр для поиска товаров и те категории в которых в которых представлен наш наш поставщик но это для того чтобы вы сразу могли кидать допустим ссылку своим клиентам например либо клиенты которые на наш сайт уже заходят они могли бы отфильтроваться только по вашим товарным позициям что очень удобно чтобы у них в общем чтобы они не распылялись от своих заказов то есть они знают что хотят заказать у вас и хотят посмотреть все товары и соответственно сделать на отдельной странице весь свой заказ так давайте еще посмотрим как добавляться товар то есть мы видим также артикулы поставщика увидели описание увидели характеристики которые мы вбивали они появляются тоже на сайте то есть цвет ширина высота толщина еще я хочу вам вот такой момент такой момент показать что нужно добавлять ну по возможности нужно добавлять видео описание к вашему товару потому что только видео способно ну очень просто товар представить человеку особенно если когда товар какой-то непонятный например какая-то вещь интерактивная которая непонятно как работает например какая-то игрушка которая управляется каким-то необычным образом или каким-то необычным образом ведет себя двигается и так далее то есть это на видео довольно таки презентабельно будет смотреться ну вот как вы видите может быть на одностраничниках сразу показывает товар в действии это как бы круто дает сразу представление товаров и если такие видео у вас есть я вам рекомендую их их добавлять на сайт как добавляется видео на сайт добавляем мы только сейчас через видео хостинг youtube то есть вы должны сначала либо найти какой-то ролик на ютюбе и его добавить либо самостоятельно самостоятельно этот ролик залить на свой канал если есть такая возможность потому что если берете ролик с чужих с чужих каналов то когда-то этот ролик может удалиться и вместо ролика ничего ваш клиент не увидит ну давайте просто какой-нибудь какой-нибудь любой ролик добавим давайте просто с нашего допустим сайта любой ролик добавим так давайте посмотрим какие товары у нас есть в видеопредставлении допустим у нас есть отзыв на тот же рюкзак городской что нам подойдет и так я вам обращаю ваше внимание что вам нужно нужен только идентификатор вашего ролика вот идентификатор вот если вы посмотрите на строчку адреса страницы вот он находится вот здесь я его сейчас выделил после знака равно возможно как-то проще можно его а ну вот да то есть вы можете просто нажать кнопку поделиться и скопировать вот эти вот буковки так вот эти ну вот у нас вся вся строка копируется ну ладно в общем не суть что мы делаем мы нажимаем мы переходим на наш сайт к редактированию товара и мы тут видим надпись такую добавить youtube видео нажимаем и как раз здесь нам нужен идентификатор только идентификатор я еще раз напоминаю без вот этого https и так далее удаляем его и нажимаем кнопку подтвердить так запрос успешно подан после этого нам нужно нужно страницу обновить и мы увидим наш ролик после чего этот ролик появится ну непосредственно в карточке товара которую будет вы видите конечно покупать то есть вот та карточка которую я вам уже показывал а вот соответственно тот обзор который мы залили его отсюда можно посмотреть давайте попробуем ну в общем все прекрасно работает и если вы вдруг ошиблись с роликом либо вы хотите добавить несколько роликов если вы хотите еще один ролик добавить опять ту же самую процедуру повторяем если вы хотите удалить видео нажимаем на кнопку удалить видео и подтверждаем удаление все ролик удалился можно можно проверить удалился ли он на сайте так вот как вы видите на сайте удалился я сейчас вам показал в этом получасовом видео как можно как бы с ноля зарегистрироваться на нашем сайте и получить права поставщика и начать уже добавлять свои товары которые соответственно будут покупать покупать клиенты которые заходят на наш сайт для кого вообще может быть полезно стать нашим поставщиком первое это прямые производители какого-либо товара интересного которые ищут дополнительный канал избыта вот в качестве нашей площадки они могут такой канал обрести также посредники например оптовые которые возят товар из китая крупными там партиями ну или не очень просто привезли какой-то уникальный товар и хотят его продавать может быть в розницу и помимо этого хотят быстрее его распродать закупить может новый и вот для таких людей как бы наша площадка тоже является дополнительным каналом продаж или же нашим сайтом могут пользоваться допустим клиенты наши в том числе может там других поставщиков когда вы покупаете товар он у вас вдруг не пошел либо вы передумали или что-то там изменилось или вы купили а руки так и не дошли заняться товарным бизнесом вы можете разместить свой товар ну тоже зарегистрироваться в качестве поставщика разместить свой товар на нашем сайте и его распродать единственное тут я рекомендую распродавать ваш как бы не ликвид с какими-то скидками потому что ну если реально там товар допустим уже не в моде и вы его давно покупали или там не угадали просто я не знаю долго чего-то делали товар допустим стал непопулярным вот я рекомендую вам делать скидку но в любом случае если вы хотите распродать быстро вы должны либо в ноль это делать либо там с небольшой скидкой той цены которая у нас есть потому что если вы у нас допустим покупали у нас также этот товар будет присутствовать и будет нелогично если вы будете продавать по цене выше чем это есть уже у нас но вы должны просто понимать что такой товар будет продаваться очень долго ну в общем я попытался максимально подробно и понятно все это объяснить в общем пишите вопросы на почту если таковые будут инфо собаками goop24.ru а мы увидимся с вами в следующих видео пока пока